Владимир Путин на российской энергетической неделе рассказал об экономической целесообразности проекта «Северный поток-2». Напомним, его ресурсная база – «Ямальский газ». Мы перешли к добыче более северных регионов, на полосты Ямал. И оттуда начали строить новую свою систему и для разводки по территории Российской Федерации. Делаем мы это уже второе десятилетие, настойчиво постепенно, имея в виду наши возможности. И оттуда же начали выстраивать экспортные маршруты. Отсюда возник «Северный поток-1» и «Северный поток-2». И теперь по поводу экономической целесообразности и политической мотивации. Этот маршрут, но послушайте в конце концов меня все внимательно, на две тысячи километров короче до наших основных потребителей в Европе, чем маршрут через Украину. На две тысячи короче, а значит дешевле. О возможностях Ямала по наращиванию добычи газа рассказал губернатор округа Дмитрий Артюхов. На российской энергетической неделе он встретился с журналистом федерального канала «Россия-24». Давно разрабатываемые месторождения потихоньку начинают сбавлять свои пиковые уровни добычи. Конечно, их нужно вовлекать в оборот. Для этого нужна дополнительная программа. Об этом мы говорили недавно на совещании у главы государства. О том, что тут нужен целый комплекс мер, связанный с новой геологией, с новыми технологическими решениями, стимулированием более сложной добычи. И тогда наш потенциал дополнительно вовлекаемого природного газа может измеряться несколькими триллионами кубометров газа. Это огромные объемы, которые находятся в наших недрах. Нужно создать условия, чтобы за 30-м годом они были также вовлечены в нашу экономику и в общую добычу. По прогнозам экспертов, на горизонте 25 лет роль природного газа, как наиболее экологически чистого переходного вида топлива, вырастет. В том числе идет речь о развитии производства жиженного газа, передает РИА Новости.